здравствуйте дорогие наши зрители и слушатели вы смотрите 29 выпуск подкаста левые мысли в котором об израиле говорят всякие странные вещи которые вряд ли еще где-то услышите на русском языке но что характерно все правда ведут подкаст два человека друга и соратника я аркадий мазин журналист публицист специалист по истории арабо-израильского конфликта моя вечность и ведущая аня кац а не здравствуй анна тоже журналистка публицистка переводчица общественная активистка и вот мир мы вместе с вами уже как бы больше года обсуждаем всякие темы связанные с израилем международным еврейством арабо-израильским конфликтом и так далее сегодня у нас 29 выпуск но поскольку мы не выходим в эфир каждую неделю выходим примерно раз в две то собственно это и получается что же пошли на второй год так сказать и спасибо огромное всем кто смотрит смотрит слушать немало у нас сегодня много тем и мы знаем что мы имеем обыкновение разговаривать долго поэтому давай они наверное сразу перейдем тем более что первую систему у нас сегодня представляешь ты так что собственно передаю тебе штурмал да спасибо так мы хотели поговорить в истории с закрытием сахнута многие знают в конце июля вдруг министерство юстиции направила иск басманный суд мне нравится это выражение басманный суд а ну вот как вот что то в нем уже есть вот химкинский суд она не так звучит басманный это уже конечно ими нарицательное то есть это совершенно право что как бы когда ты считаешь или слышишь туда кто-то послал апелляцию потом например подал апелляцию в басманный суд и так существует в россии с 89 года как только пал железный занавес появилась агентство сахнут которая помогала евреям репатриироваться я думаю как бы очень многие с ним имели дело да но еще проводят лекции встречи какой-то считается что до агитация за репатриацию и вот а сама она существует 29 года вообще изначально это был главный сионистский один из главных сионистских органов и вот его закрывают это конечно очень символично и естественно это вызвало некое недоумение и шок во всем мире особенно в израиле и особенно в россии суть претензий в том что они нарушают конфиденциальность информации право на конфиденциальность информации я надеюсь что я выговорила это внятно собирают информацию евреях которые имеют право на репатриацию один из обозревателей варц по этому поводу сказал нет ну мы знаем что в россии вообще очень трепетно относятся и к правам человека конфиденциальности информации это просто их фишка природная они просто этом помешан с ивана грозного до путина включая петра первого сталина и берия и ленина вот итак проблем с конфиденциальности информации одновременно в редакции с я не ошибаюсь 12 канала с точностью до 13 израильского 13 смотрела попала информация очень любопытно о том что обвиняют сохнут не просто в нарушении конфиденциальности но еще и вытечки мозгов что захнут собирает информацию о самых-самых продвинутых евреев в науке в бизнесе программирование и вот их старается вытечь их мозги из россии вот российское представительство тут же опровергла эту информацию вот и естественно появилась куча спекуляций на тему что собственно происходит почему нужно сейчас закрывать окно почему такой эксцентричный шаг в частности говорили что возможно возможно это связано с тем что премьер-министром стал лапид а у лапида есть некая уже история с путиным при том что израиль очень 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 аккуратно себя ведет по отношению путин очень очень боится его обидеть но тем не менее лапид единственный но все-таки он был министр иностранных то есть остается в качестве министра иностранных дел он насудил вторжение он насудил военные преступления и он очень осудил лаврова когда тот в интервью итальянской газете ляпнул на вопрос как же вот как в украине нацисты могли избрать президента на еврея он сказал что тут такого евреи были известны и нацисты вот и гитлер был на чем он про это как бы знаменитый антисемитский мем что евреи самые большие нацисты все такое выдают образ мысли лаврова то есть считается что это история популярна в очень определенных рынках считается что руководство россии но не очень антисемитское но вот то что лавров в принципе это упомянул это что он сказал это не в своем кругу итальянской газете в общем это говорит кое-что об его образе это знаешь извини я тут хочу хочу как бы встретиться парадоксальным немножко образом да как бы израильские и правые вот и сами в израиле и правые евреи за границей да они фактически говорят то же самое правильно и мы более того об этом еще поговорим в нашей в нашей следующей теме точнее через одну потому что любая критика любая критика израиля объявляется антисемитизмом при этом критика очень часто исходит от евреев и такие тогда вынуждены как бы эти люди вынуждены на открыто признавать что да конечно есть евреи антисемиты а что же самоненавидящие самонаводящиеся самоненавидящиеся евреи совершенно верно то есть фактически чем это отличается от высказывания лаврова все же самые люди которые вот нас например да с тобой обвиняют в антисемитизме да вот те же самые люди ужасно возмутились лавровым вот и обвинили в антисемитизме уже его короче я не знаю уже перестал понимать что такое как говорит один мой друг антисемит это человек которого не любят евреи определенные времени но вот на чем мы остановились да значит лапид очень возмущенно отреагировал кстати даже путину пришлось за это извиняться за это высказывать чего не бывает вот кроме того просочилась высказывания посла рф в израиле анатолия викторова никто некой его о том что лапид для для россии нежелательный премьер так вот вот трудно нам с ним будет с этим премьером потом но не думал потом посольство опровергла что она это говорила но сказал что это ложь провокации ложь провокации фальсификации потому что упустила там одно но мы тебе простит но они правда так сказать ложь провокации фальсификация так в общем есть несколько версий или никто не понимает в одном из заседаний посвященном этом никто не понимает что хочет путин что он делает была версия о том что он потребует александровское подворье которое вроде как я уже пообещала потом суд сказал что ты кто такой чтобы распоряжаться этими подворьями и так далее да когда освобождали даму из сахара сейчас американскую баскетболистку задержали на тех же основаниях примерно так я отвлекаюсь хорошо и так были разные версии с одной стороны один из бывших послов академий мильман по моему говорил что это в общем то в общей концепции борьбы в москве с различными иностранными агентствами и в том числе еврейскими организациями да поэтому ничего удивительного в закрытий сахнута нет в том же духе высказался кстати очень резко высказался на танцы чаранский вылез вылез этот динозавр да и как начал давать интервью аж страшно он сказал что то что до сих пор как израиль себя вел с россией он себя вел так как как ливрейные евреи известное высказывание шейте вы евреи и ливри он ведь нам надо прекратить быть ливрейными евреями путина и он сказал что лапит спас нас от позора тем что лапит на вот эти вот эскапады сахнутом он скажет что это может повлиять на наши отношения очень серьезно поразительно хочу сказать что как бы щеранский еще в 90-е был довольно таки верным союзником нетаньягу он естественно люто правый да и то что вот сейчас он взял и поддержал именно лапида и все-таки при всей моей нелюбви как политической личности как бы да это полезный по крайней мере это показатель и так как он вообще я такого еще не слышала если честно аж приятно было мне кажется мне кажется что он может к нему возможно он знаешь вспомнил как бы старые времена да вот и почувствовал себя снова диссидентом борцом с режимом в россии да ну и хорошо в принципе почему бы нет старая полковая лошадь да при звуках трубы да примерно такое ощущение а молодец порох порох пороховница вот очень многие сейчас на щеранский же еще возглавлял сахнут если кто не знает вот сейчас очень много давали интервью послы бывшие в россии главы сахнута кстати президент наш дает керцог тоже недавно совсем возглавлял сахнут и они все высказались все почти все высказались том духе что россии это все спускать не надо да то есть если путин рассчитывал на то что как-то израиль испугается и спрос чего изволить в общем этого не произошло довольно бурная реакция насколько она вообще могла быть бурной мы отправили комиссию срочно до собрали межминистерскую комиссию межведомственную комиссию лапид сказал что то может плохо сказаться наших отношениях комиссию несколько дней туда не пускали кстати она приехала перед самым заседанием суда заседание суда было чисто формальным оно должно было определить дату заседания по существу не объяснили вот он назначен на 19 августа и в общем то в израиле как бы все очень хоть заметить что в общем то так прямо скажем насколько я знаю для руководства израиля само по себе закрытие сахнута это в общем то но не такая уж проблема то есть более того я тут недавно знала что оказывается те функции которые выполнял сахнут сейчас их выполняет натив а натив существует при консульстве его закрыть конечно можно но сложнее это уже чуть ли не разрыв дипотношений повредить консульской консульском структуре вот то есть в общем то они говорят что с репатриацией мы справим а репатриация сейчас огромная вот я это отдельно хочу подчеркнуть я посмотрела цифры минабсорбция готовила пару статей просто на эту тему закрытие сахнута для ресурса спектр точка пресс это вышло две статьи и я посмотрела цифры минабсорбции я поняла что их не публиковали то есть люди которые написали на эту тему они не обновляли эти цифры значит знаешь сколько сейчас репатриантов с начала войны минабсорбции изданные по месяцам с начала войны по сегодняшний день из украины и россии вместе знаешь сколько 30 тысяч ну да это еще это еще конечно очень далеко от показателей большого льи вот но но очень много со всеми со всеми последними годами конечно за пять месяцев 15 примерно из россии 15 из украины и еще слышал 45 тысяч ожидают ожидают очень то есть то ли хотят путин то ли он хочет прикрыть действительно выезды то ли это политическая чистая скопа да они естественно как всегда говорят что это юридическое да как это спор хозяйственных объем поэтому даже не обсуждаем да вот вот такой ночи на скандал и в общем в израиле было такое боевое настроение типа этот путин будет нам тут нас тут обижать будет нас тут надо надо вот бывший другой бывший посол цвимоген он сказал что надо и посла отозвать вообще нет это не он сказал ссори нет он сказал что набор что это может повлиять на политику израиля данной позицию израиля в конфликте да что он может занять более более активную позицию про отзыв послата кто-то анонимный источник говорил я ха я просто хочу сказать у нас как то очень темы как то вот знаешь то есть ты как будто немножко анонсируешь все темы которые у нас будут дальше выпуске я просто хочу хочу сказать что израиль действительно он абсолютно не привык к такому отношению то есть израилем никто так себя не ведет и поэтому да это было как бы как бы такой шок а после шока вот это вот боевое настроение боевой настрой и тут и тут там в кадр ворвался и туда вышел наш глава оппозиции депутат вот он вышел в прайм-тайм девять часов вечера следующий 8 может 8 вообще такое хорошее вечернее время назвал пресс-конференцию записал обращение что вот нынешнее правительство лапит почему-то ганц который вообще сидел очень тихо не лез в это дело а значит я годами говорит он бениамин нашли я годами выстраивал отношения с россией с путиным я заботился о нашей безопасности я как бы следил за нашими интересами в сирии а вы значит это новое правительство пришло и как бы все испортило и все исправим я напомню мы несколько раз уже об этом говорили пять месяцев войны да уже больше пять с половиной ни разу ни разу наш биби натаньяу ни разу не вообще не осудил не отозвался никак не прокомментировал вспомнили что один раз он таки сказал что типа слишком много об этом говорим хватит об этом говорить но мы же эти ливрейные евреи да мы должны сидеть тихо мне кажется он как-то даже даже переборщил с этим потому что по моему можно было бы выступить с каким-нибудь достаточно осторожным но при этом достаточно правильным заявлением и даже наверное они поссорятся с путиным то есть вот это вот полное молчание честно говоря для меня было загадкой громогласно знаешь как сказал другой мой друг при бибе мы стали такой могущественной страной такой развитой такой независимой что тебя что теперь мы мы страшно боимся хоть слова сказать против агрессии украины страшно у нас выстроил нам международные отношения замечательно и вот он это сказал зачем он это сказал понятно зачем потому что он как бы он начну предвыборную гонку он выступил против лапита типа я все строил лапит все поломал но как бы реакция была поразительность многие просто сказать я не верю я верю покажите мне это видео он не мог очень многие люди сказали русскоязычные естественно что все он мой голос потерял то есть я действительно я голосовал за ликуд но все больше голосовать за ликуд не буду да это поразительно совершенно я не помню другой такой темы на которой и на самом деле ты ты вот началась задавать очень правильный вопрос то есть для кого он это сказал да то есть понятно что понятно что это предвыборный ход но на кого этот предвыборный ход рассчитан потому что если ему сказали что он получит на этом как бы русские голоса скажем да то есть какие то он может быть получит но но как бы больше да как бы нет то то есть баланс будет сильно отрицательным то я не знаю какие у него советники и кому это могло прийти в голову. Я напомню вот эту цифру, извини, 30 тысяч новых репатриантов. Понятно, что не все они проголосуют. 30 тысяч – это мандат. Понятно, что часть из них будет. Понятно, что не все они пойдут на выборы. Но, в общем-то, это очень немало 30 тысяч. И накануне выбора вот такое сказать, это… Но это не только новые репатрианты. Это действительно люди, которые давно голосовали за Ликуд. Окей, это анекдотал эвиденс. То есть это то, что мы с тобой видим, скажем, в соцсетях, но это явление просто невозможно отрицать. Это реальные, настоящие люди, у которых на этом месте сломалась многолетняя дружба с Ликудом. Тем более, смотри, правых партий сейчас много. Выбирай любую. Есть из чего выбирать, да. Да, это нам, левым, приходится держаться за старых. Но, смотри, для кого-то же он должен был. То есть либо это гигантский провал на вот этом русском фронте. И я должен сказать, что, в принципе, вся работа Ликуда с русскоязычными во второй период Дмитрия Ньягу, она, в общем, была довольно провальна. Она сводилась к тому, что он называл их антисемитами. Ну, как бы он таким образом пытался... Ну, он все время обращался вот к этой своей базе, вот этой Ликудовской базе, как бы, которые метались, да, они пытались колебаться в соответствии с линией партии. И такое могут выдержать, мне кажется, что вот такую свистопляску, такие американские горки могут выдержать только самые преданные. Это немножко как с Трампом. А все, кто немножко по краям, все как будто постепенно отшатывались. Отшатывался, да. Да, стоит тебе сказать слово поперек, тебя начинают обвинять в ливизне, в антисемитизме. Кому как бы это надо? То есть люди просто не успели сообразить, как же так. Мы же всегда как бы не любили ультрарелигиозных, да? И при этом любили биби. А сейчас уже так нельзя? Это тоже, кстати, был шок. Это поразительно. Да, это был шок, его просто уже забыли, потому что это было в 19-м году, с тех пор все как бы уже так привыкли, три года прошло, уже все привыкли, что так надо. Это поразительно. Вот эта тактика, это биби-стайл, понимаешь? То есть если кто-то, не дай бог, там отколется, да, как, скажем, Либерман три года назад, надо его начать очень сильно поливать. То есть надо сжигать мосты. То есть он как бы консолидирует, как это, притчасту за коррс, да? Он консолидирует своих. Методом отсекания других. Да, совершенно верно. То же самое он делал с левыми многие годы, но левые как бы, ну хорошо, нас не так уж много. И на нас-то сработало. То есть нас удалось маргинализировать. Но когда он попытался маргинализировать чуть ли не всех русскоязычных избирателей, да, в всяком случае, те, кому не нравится союз с ультра-ортодоксальными партиями, тут что-то пошло не так. То есть люди сказали, что? И он на этом начал терять. Дальше от него же не просто так откалываются, да? Это Элькин, Беннет, Саар, да? Все эти люди, это его люди, они все откалываются. То есть это хорошая тактика для консолидации какого-то своего ядра, да? Для его, так сказать, ужесточения. Это прекрасная тактика, чтобы разбросать вокруг себя всех остальных. Ну вот это немножко, опять же, опять же, даже странно, что вот, да, вот Трамп, на мой взгляд, почти клинический идиот, да, а Биби, я всегда считал умным политиком, но, может быть, с ним что-то происходит в последние годы, какое-то вот такое бронзовение, да, и вот он теряет нюх, потому что вот эта тактика... Аня, ты меня слышишь? Да-да. Я тебя не стал слышать. Да, нет, все нормально. Вот эта тактика, она действительно очень похожа, как бы, на тактику Трампа, которая фактически стоила ему перевыборов. То есть, не просто... Смотри, у нас вообще удобно. У вас как бы две большие партии. У нас как бы, ну не хочешь голосовать за Биби, а хочешь за правых, пожалуйста, вот тебе так... Да, это правда. То есть, да, вот тебе Ямина. Совершенно верно. То есть, израильская система, она намного более гибкая, и она дает тебе альтернативы. То есть, ты можешь выбирать, как бы, действительно, вот разные вкусы, да, вот. А перейти, скажем, перейти от голосования за республиканцев, голосования за демократов, как бы, и в другую сторону намного сложнее. Совершенно верно. То есть, максимум можно не принять участие в выборах. Да. Смотри, я все пытаюсь, как бы, сказать, что есть еще такая, как бы, версия, что он все-таки работает вот на свое евритеязычное, как бы, ядро, да, то есть, не русскоязычное, что... А именно, вот, фактически, изоляционисты. Те самые, опять же, тот же самый тип, как американские правые, как вот тот, например, единственный человек в Сенате, который только что проголосовал против включения... против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Это Джош Хоули. Очень, как бы, крайне правый сенатор. Вот. И вот это примерно... Он представляет собой вот такой вот тип людей, изоляционистов, которых демонстративно, как бы, волнует только вот рубашка, вот, близкая к телу родного государства, а больше не волнует ничто. Но я не знаю, как ты считаешь, может быть, это вот такая тактика, может, он к этим людям обращался? Да, в том числе, наверное. Хотя, то есть, мысль о том, что для нас не занять сейчас четко про украинскую позицию, это, и на Лонран это плохо, потому что уже и Байден, как бы, тут расстраивается, что приезжал, упрекал нас, что мы ракеты не даем. Кстати, это одна из версий, почему Путин решил сейчас взяться засохнуть. Это то, что, предупреждающее, да, чтобы мы не отдавали ракеты. То есть, на Лонран у нас есть партнер, да, у нас есть старинный наш патрон, да, к спектопатронам Соединенных Штатов. Как бы, для нас отношение со Штатами намного важнее, чем с Россией. Правда, их испортить труднее. Тут, как бы, мы можем сильно натягивать. Вот, то есть, по большому счету, и Украина сейчас станет, в общем-то, я верю, после, когда это все уже закончится, Украина станет очень влиятельным игроком. То есть, Израилю это припомнят, да, где вы были во время Холокоста. Вот, то есть, на Лонран это не очень разумная позиция. Но да, они же, в общем-то, Бейс, Бибин, они привыкли к этой установке. Хорошо ли это для евреев, что нам с этого будет? Какой-то такой очень узенькой, узенькой такой, очень внешней политички. Есть еще один момент. Он ведь опубликовал тут же это видео в своем русскоязычном Фейсбуке, причем, да, по-моему, с субтитрами. То есть, значит, он совершенно явно рассчитывал, как минимум, еще и на русскоязычных. И вот это, по-моему, это уже, как бы, по-моему, совершенно дурацкая и провальная позиция. Я напомню, как бы, наши зрители, слушатели из Израиля этого забыть не могут. А вот кто забыл, значит, несколько лет назад, по-моему, в 2018 году, Биби был единственным, так сказать, из западных лидеров, который принял приглашение Путина и приехал на Парад Победы. Участвовал в шествии Бессмертного полка с этой Георгиевской ленточкой, да. А когда он вывесил эти плакаты, я не помню, в прошлом году, в позапрошлом, огромные. У нас было столько выборов, что мы не забыли. Да, да, пойди всему. Перед какими-то выборами. Огромные эти. Да, перед какими-то выборами, перед какими-то выборами, да, он вывесил эти гигантские плакаты. С надписью «Другая лига». Лига Хэроди, он пожимает руку Путина. Еще многие заметили, что Путин там чуть-чуть выше выглядит. Хотя на самом деле Биби выше. Там были Путин, Трамп и, по-моему, кто-то еще, да, там же не два. Моди. Да, Моди, да, Моди, да. То есть, да, очень теплая, теплая компашка, да. Знаешь, кроме всего прочего, это еще так провинциально. То есть я не просто премьер, типа я премьер, которым пожимают руку мировые лидеры. Ну, камон, любому премьеру пожимают руку мировые лидеры. Куда они денутся? Конечно. Есть прекрасное фото Биби, пожимающего руку Арафату, Биби, пожимающего руку Абумазану. То есть, мне интересно, почему он не хвастается этими фотографиями. Да, на самом деле, это очень... Какой-то дикий провинциализм, ты согласен? Мы не время называем это местечковостью. Местечковостью, окей. Это, ну, местечко-то и есть провинцией. Ну, конечно, да. Вот какая-то душненькая такая атмосферка. Она, что вот ему сам Путин руку жрал. Ну, хорошо. Мы хотим еще... Нет, я думаю, мы исчерпали. На самом деле, действительно, это странная такая ситуация, когда очень много, мне кажется, версий того, почему, зачем Путину это понадобилось, и версии все довольно толковые, и мне почему-то кажется, что это действительно как бы не одна, как здесь замешана не одна причина, а может быть, действительно несколько. Это вот последнее, что я хочу сказать как бы про эту тему, потому что все кажется довольно логичным. Во-первых, да, утечка мозгов. Во-вторых, во-вторых, это очень укладывается в контекст натравливания народа на внутренних и внешних врагов, да, то есть на евреев внутри и на сионистов снаружи. То есть многие вспомнили. Очень сложно избавиться от этого ощущения, да. Вот, и в-третьих, мне кажется, это может быть... Дени Пашин, тебя немножко плохо слышно. Тебя немножко плохо слышно. Может, как-то... Так, вот, и потом, мне кажется, вот, это какая-то, значит, может быть, прелюдия буквально к закрытию границ. Вот это меня немножко... Вот, ты знаешь, вот с Путиным может быть все что угодно. Вот этому человеку как бы попробовать тут что-то гадать. Ну да, да, собственно. Ну хорошо, окей. Мы все равно как бы в голову к нему не залезем, хотя... Не дай бог. Хотелось бы с пилой и дрелью. Не дай бог оказаться у него в голове. Да, ну хорошо, ну хорошо. И мы, как у нас часто бывает, мы переходим от современности к истории. Вот, я, во-первых, я хочу сказать, ты как-то недостаточно, по-моему, ты очень скромно упомянула о том, что у тебя действительно вышли две статьи на очень интересном, хорошем таком европейском ресурсе, спектр. И мы выложим, естественно, значит, одна из статьй, она очень подробно рассказывает об истории с Сахнутом. Поэтому, пожалуйста, сходите по ссылке, которая есть в описании к этому видео, и почитайте новую Анину статью. Вот. Ну, я, соответственно, тоже как бы немножко похвастаюсь. Не, ну, хвастаться как бы нечем особенно. Вот. Я написал пост статьи, которая вышла на сайте израильского девятого канала. Мы тоже, я тоже выложу ссылку в описании. Подвигла меня на это статья, другая Паарец, где говорится о раскрытии, о том, что вот сейчас буквально были, была раскрыта, рассекречена, то есть, некоторая, некая часть протоколов, не все протоколы, часть протоколов суда над виновниками так называемой бойни в Кафркасе. Значит, это очень известный, известный, ну, как бы не всем, да? То есть, вообще, это как бы известный эпизод в израильской истории. Ну, один из известных. Но, тем не менее, насколько я понимаю, в школах, например, его то ли не изучают, то ли изучают как-то очень похуде и неохотно. Но, скажем так, из всех многочисленных, как бы, гадостей, которые в Израиле случались, это одна из самых известных, безусловно. Признанных, скажем так, она признанная. Она признанная, да, что уже как бы... В отличие от многих других. Да, что уже, в принципе, как бы довольно необычное, необычное для Израиля. Вещь, хотя надо сказать, что в самом начале, сразу после этого события, его пытались все-таки, его пытались замолчать, пытались скрыть, но не удалось. Вот. И я сразу скажу, что мы упоминали уже об этом событии. Я постараюсь очень кратко изложить как бы самую суть, а потом перейти, собственно, вот к этим новым данным, которые сейчас появились. Значит, практически никто в Израиле, даже, я бы сказал, и уж точно среди русскоязычных, не знает, что, собственно, с самого основания государства до 1966 года все израильское население, все арабское население Израиля, уже будучи гражданами, якобы полноправными гражданами, находилось под военным режимом. Значит, все мерзости этого режима описывать долго, но он был достаточно жесткий. То есть была военная команда. Я могу просто вставлю для сравнения, говорить, что это было тяжелее, чем сейчас на Западном берегу, что это было хуже, чем сейчас. То есть это о многом говорит. Я не знаю, как бы. Я встречал противоположное мнение. Мне все-таки, мне как-то сложно сказать. Ну, сопоставимое. Разразное, значит, сопоставимое. Ну, сопоставимое. И опять же, я все время буду на это упирать, что формально эти люди уже были израильскими гражданами, и это немножко напоминает интернирование японцев, японских, то есть американских граждан японского происхождения в США в годы Второй мировой войны. Но это интернирование, оно все-таки длилось не очень долго, и за него, как бы, Америка уже десятки лет каятся. За военный режим, собственно, как явление, при котором выросло поколение, целое поколение людей, потому что он длился почти 20 лет, в принципе, никто не принес извинений, насколько я помню. За конкретные события, как вроде бойни в Кафркасе, да, значит, приносили извинения, хотя недавно, в прошлом году, по-моему, прокатили законопроект о том, чтобы, собственно, как-то увековечить память об этом событии на государственном уровне. Так вот. По этому случаю, сори, мы как раз об этом и говорили здесь, об этом эпизоде. Да, честно говоря, у меня вылетела увековечить, когда лучше память. Ну вот, да, то есть тогда получается... Я тогда очень подробно рассказал. Ну вот. Ну, понятно, что мало кто помнит, у нас появились как бы новые зрители. Давайте. Вот, случилась такая, случилась такая вот страшная история. 1956 год, Синайская кампания, то есть это когда Израиль напал на Египет в ответ как бы на теракты, которые действительно как бы террористы часто выходили с египетской территории, с территории сектора Газа. Вот. Но тем как бы формально-формально Израиль инициировал крупномасштабные военные действия, причем в тайном союзе с Великобританией и Францией, которые в этот момент очень опасались национализации Суэцкого канала, который грозил НАСАР. Вот. И Израиль, они использовали Израиль как такой таран, чтобы дестабилизировать ситуацию и как бы ликвидировать угрозу национализации Суэцкого канала. Это была довольно позорная для Израиля история. Израиль очень быстро захватил как бы Синай, но при этом очень скоро как бы мировые державы, причем единогласно и США, и СССР, Израиля отругали и попросили убраться. Потребовали. Да, потребовали, да. Ну, как бы в обмен все-таки на какие-то там гарантии безопасности, гарантии свободного судоходства и так далее. Я постараюсь не отклоняться от темы. Да, ты хотел сказать. В первый день Синайской кампании было принято решение в дополнение, собственно, к этому военному режиму вести еще жесткий комендантский час. Я прошу прощения. Насколько я помню, это было накануне, накануне нападения. Вечером накануне. Самого нападения еще не было. Я знаю, что это было все-таки в первый день нападения. Я вот буквально вот помню вот по этой статье, но мы можем это выяснить. Мне кажется, это было не накануне, а именно в первый день, но мы проверим. Вот из опасения, вроде бы, что и Ордания тоже втянется в войну, чего не случилось. Ордания не втянулась в войну. Значит, в районах прилегавших границы, то, что сейчас называется зеленой чертой, поскольку это было до оккупации, и густонаселенных арабами, так называемый треугольник, лилийский треугольник, значит, был введен еще и комендантский час. Причем, начиная, то есть, что называется, сейчас на сейчас, да, то есть, начиная с этого самого дня. То есть, дело в том, что рано утром, рано утром люди в деревнях, арабских приграничных деревнях ушли обрабатывать поля. И, как бы, они не знали, не могли знать, как бы, мобильных телефонов еще не было, правильно? Они не могли знать о комендантском часе. Более того, произошла такая история, что местный, как бы, командир, комбриг по фамилии Шадми, он самовольно изменил время введения комендантского часа с 9 часов вечера на 5 часов вечера. А это как раз то время, когда люди возвращаются с полей. Да, совершенно верно. То есть, это как раз было до того, как люди стали возвращаться. И более того, в деревнях об этом сообщили за полчаса. То есть, видимо, как бы, ну, практически никого не успели предупредить. Причем своим подчиненным, как бы, он сказал, что, значит, он, как бы, передал приказ сверху, там была цепочка командования, приказ, как бы, гласил, что никого не проявлять никакой жалости, под стражу не брать, то есть, не арестовывать, а просто любой, кто будет замечен вне дома после наступления комендантского часа, должен быть убит. Вот буквально этими словами. Вот. И вот как справедливости ради надо сказать, что из нескольких взводов, которым, в конце концов, было поручено выполнение этой задачи, все-таки буквально, как бы, да, абсолютно полностью выполнил только один. Из восьми. Из восьми. Но остальные восемь, как бы, да, они все-таки, они, они, как бы, им, скажем так, там были, как бы, аресты, там были, по-моему, мне кажется, что там было даже какое-то количество жертв. Один человек погиб, насколько я знаю. По-моему, там, я знаю, что вроде как было трое, потому что там другой взвод докладывал, что они пытались арестовать каких-то арабов, которые стали убегать и были убиты и так далее. Ну, хорошо, но там не было, как бы, понятно, не было массовых убийств, как в случае с вот этим самым восьмым взводом, да, этот взвод отлично выполнил приказ, но вот в этом случае не было того, кто не стрелял. Ну, тут как бы скорее наоборот, да, все-таки, если брать на более высоком уровне, да, если не взвод... В общем, ты понял, один взвод стрелял. Один взвод, который стрелял. Вот. И, ну, этот взвод, да, он в течение часа буквально он очень, как бы, на славу, так сказать, поработал, потому что погибло 49, по другим сведениям 50, по другим сведениям 48 человек, включая женщин, детей, стариков. Больше всего там погибло, по-моему, несовершеннолетних, насколько я помню. Вот. То есть просто действительно, как бы, вот кого увидели, в того стреляли. Там жуткие подробности. Можно я скажу пару слов или не будем... Я просто недавно послушала, как бы, автора книги, да, Рубика Розонталя. Они возвращались с работы группами, да, возвращались с полей. Значит, сначала там было трое мужчин и двое детей. Дети убежали, им сказали бежать в деревню. Мужчины их построили, выстроили и расстреляли. Спокойненько так. Потом был грузовик. Грузовик с рабочими, вот, несколько десятков там были женщины, в том числе беременные. Да, их ставили. И еще говорят, ну, все в порядке, да, как вы, все в порядке, по сути, довольны, все хорошо, и расстреливали. Просто выстраивали и расстреливали. То есть это не было, знаешь, как можно подумать при... Ну, как бы, если просто услышать, там люди нарушили комендантский час и их расстреляли. Это не то, что там кто-то шелохнулся в кустах, да, не то, что кто-то там выскочил внезапно. Людей спокойно, хладнокровно расстреливали в течение часа. Да. Никакой ошибки. Да, это, да, и поэтому это действительно одна из самых страшных историй в истории государства Израиль. И когда информация об этом как-то дошла все-таки как бы до руководства политического, оно поначалу постаралось вообще скрыть факт. Но, естественно, это уже все-таки было невозможно, потому что было слишком как бы массовое бойня, слишком страшное событие. Короче, в конце концов, был суд, вот, как бы, рядовые исполнители получили какие-то смешные срока, комбат по фамилии Малинки, который, собственно, который, как бы, утверждал, что он просто дословно передавал приказ свыше. Он получил аж целых 17 лет, командир взвода получил 10 лет, если мне память не знали. Да, да. Вот. Но это все, конечно, только на бумаге, потому что потом им несколько раз скостили срока, и реально больше трех, по-моему, с небольшим лет, ни один, никто из них не отсидел, это учитывая, собственно, как бы досудебный арест. Вот. И все, и как бы, и ладно, ладно, ну, то есть, уже одно то, что убийцы десяток, десятков человек вышли на свободу через три с небольшим года, да, и это вроде как в мирное время, вот, это уже само по себе ужасно. Но они потом еще, в принципе, это никак не повлияло на их карьеру, да, точно так же, как член еврейского подполья в 70-х, начале, начале 80-х, да, потом буквально отсидев свои смешные срока, вот люди, которые устраивали реальные теракты, они потом стали политиками, журналистами, какими-то еще там. Дети их стали журналистами, знаменитыми. Хагай Сигаль, да, израильтяне знают. Вот, и вот точно так же вот этот, вот этот комбат, который передал вот этот преступный приказ. Приказ действительно был сочтен преступным, и более того, Израиль в некотором смысле даже гордится этим инцидентом, потому что, опять же, это, возможно, единственный, возможно, единственный такой инцидент, о котором рассказывают вот новым репатриантам, да, то есть, ну, кто-то там. Там мемориальная табличка, установили мемориальную табличку, провели вот эту церемонию, да, сульха, примирение такую формальную, да, с жителями деревни. То есть, как бы, мы тут как бы молодцы, да, это вот, вот мы молодцы. Вот новым, новым гражданам, вот смотри, вот новым гражданам Израиля, да, им же ни о чем таком не рассказывают, а об этом рассказывают, как будто вот, вот посмотрите, вот случился такой единичный, единичный ужасный случай, да, и вот мы наказали виновных. Ну, естественно, там не рассказывают про эти смешные срока. Более того, от этого как будто даже берет начало вот этот миф о самой гуманной в мире армии. Вот. Может быть, вот таких подробностей я не знаю. Ну, это мое ощущение, но нельзя точно как бы, да, точно момент рождения мифа нельзя как бы уловить, но, опять же, для меня лично, я помню, что вот как бы, когда мне об этом рассказывали, я уже не помню, где, может быть, в Ульпане, наверное, в университетском Ульпане, что-то в этом роде. Или на каких-то, скорее всего, на экскурсиях, ты знаешь, вот все эти многочисленные студенческие экскурсии. Репатрианские. Да, да, да. Вот там такое, там про такое и рассказывали. Естественно, как бы вот очень избирательно. И вот да, что вот типа, ну вот да, вот было одно такое событие, как будто, как бы вот это была кучка ужасных людей, которые почему-то решили это сделать, а все остальные потом их, конечно, осудили и даже вот ввели это понятие незаконного приказа, и с тех пор у нас все прекрасно. Ну, вот, короче, да, запудрили мне мозги в свое время основательно. Конкретно сейчас есть такой исследователь Адам Раз, который мы с тобой очень любим, да, почитаем. Он специализируется на раскрытии вот этих архивов. Потому что, опять же, большинство людей в Израиле, я думаю, подавляющее большинство, да, 99.9, там, 9% не знают даже о том, что огромное количество материалов тех времен, начиная вот, собственно, от первых дней создания государства, то есть уже больше 70 лет, что огромное количество материалов засекречено, банально засекречено. Вот, и поэтому это огромные, огромные массивы материалов, которые могли бы очень многое рассказать о войне за независимость. Потому что мы не хотим. Конечно, более того, когда, когда такие люди, как Адам Раз, прекрасный исследователь, как бы честный, умелый, подает иск, потому что он сначала подает просьбу о рассекречивании таких-то документов. Об их существовании еще надо знать, естественно, да, чтобы подать такую просьбу. Он подает просьбу о рассекречивании. Государство, естественно, не удовлетворяет. Адам Раз идет в суд. Суд запрашивает только государственную позицию. Типа, а почему вы, собственно, да, вот отказываетесь рассекретить материалы? И государство выдает конкретную стандартную формулировку, причем... Угроза для безопасности. Угроза безопасности, угроза имиджу и там угроза какой-то типа внутреннего раскола или что-то в этом роде. Ну, да. Мне больше всего нравится угроза безопасности. Ну, да. Имеется в виду им под угрозой безопасности, как я понимаю, да, имеется в виду что? Во-первых, это внешне, это угроза имиджу, да, то есть нас, как бы наша безопасность зиждется на нашем имидже. А во-вторых, это что вот арабские граждане, не знаю, там, устроят беспорядки. Хотя арабы-то как раз об этом знают все довольно-таки хорошо. Вот. Ну, это, короче, страшный цинизм. Иногда суд все-таки, иногда суд не идет на поводу у государства, как в этом случае. Таким образом были раскрыты многие материалы, хотя потрясающе есть еще и обратная тенденция, которую... Закрывать обратно. Закрывать обратно, да. Мы об этом... Уже опубликованные причины, да. Короче, идет такая постоянная война, которая, тихая война, о которой, опять же, изобретания даже не догадываются. Чтобы... Ой, знаешь, есть такой фильм немецкий, я сейчас вспомню. Он называется «Плохая девочка», по-моему, или как-то в этом роде, не знаешь? Нет, я не помню. А там девочка, выпускница школы, она решила... Немецкий, да? Она решила написать работу об участии их города в Холокосте. В Холокосте, да. Второй мировой. Да, помню, именно в Холокосте. И... То есть ей говорят, у нас в городе не было нацистов. Ни одного нациста в городе у нас не было никогда. И она начинает... Она тоже судится с городом. Это городские архивы. Она судится с городом раз за разом. Это разрушает ее жизнь. Это разрушает ее социальную жизнь. Это разрушает ее личную жизнь. Потому что она занимается своими детьми. И за это время у нее успело родиться два ребенка. Она не занимается. Она занимается этим боданием с архивами. Кстати, она просто сбегает из города. А потом оказалось, что это реальная история. Те, это была такая женщина, которая добивалась рассекречивания городских архивов в Холокосте. Это, видимо, такие же первые послевоенные. Это не первые послевоенные, но еще были живые как бы участники. Собственно, почему нельзя было раскрывать. На самом деле, да, просто два слова мы опять сильно уклоняемся от темы. Но, насколько мне известно, геноцификация Германии шла, на самом деле, долго. Она шла, на самом деле, с трудом. Сейчас мы видим конечные результаты. Но, на самом деле, там была действительно серьезная очень внутренняя борьба в немецком. Если я тебе скажу, это лет 30, наверное, после войны, потому что участники еще живы. Поэтому такая проблема с рассекречиванием. И, действительно, это реальная история. Я просто закончу здесь секунду. Она, действительно, женщине пришла избежать в Штаты от преследований. Да, то есть никто не любит раскрывать архивы. Все, как бы, никто ни в чем не виноват. Все не любят эти скелеты доставать из Штаты. Да, безусловно. Но это значит, что эти скелеты есть. Конечно. На самом-то деле, как бы, если вы хотите защититься от обвинений в военных преступлениях во время войны за независимость, ну, раскруйте архивы. Чего вы боитесь, правильно? Ну, по архиву, скорее всего, тогда, если вы уверены в своей позиции, да, в своей версии истории, раскройте архивы. Естественно, как бы, это как в любой, да, это как в любой криминальной драме, да, в любом детективе. Как бы, вот, если кто скрывает, как бы, тот, собственно, и убил. Да. Я, собственно, хочу сказать, почему, собственно, что нового, что нового, да, вот в этих раскрытых материалах. И мне кажется, это важно сказать, потому что для меня это, я действительно, как бы, осознал одну довольно важную вещь. И вот там вкратце, значит, какие новые сведения? Во-первых, долгое время ходили слухи о существовании плана, по названию Хафарфер, Хафарфер, это крот, да, то есть по изгнанию жителей арабов, вот этого треугольника, да, арабских граждан Израиля, просто в случае войны. То есть, если начнется война, то мы под шумок выгоним собственных граждан, как бы, в Эрдане, за границу. Вот. И Израиль отрицал все время существование этого плана, и вот этот план возник в показаниях вот этих людей, да, свидетелей подсудимых процесса побоя в Хафарферкассе. Несколько свидетелей говорили об этом плане, который был только что разработан к тому моменту. Причем политическое руководство поручило армии его разработать, армия его разработала исправно, и все были, в принципе, очень, как бы, возбуждены и готовы приводить его в действие. И это был такой момент, когда все ждали, что политическое руководство даст отмашку, но в последний момент решили не давать, да. Я не думаю, что по каким-то моральным соображениям, скорее всего, просто Иордания в войну не втянулась, Израиль очень быстро попросили из Синая. В общем, как-то там не сложилось. Но этот план был готов. План, как бы, да, который разработало государство по изгнанию части собственного населения. Поразительная, как бы, вещь. Это первое, что вот мы узнали... То есть, насколько я понимаю, бойня, считаю, что бойня, она должна способствовать этому бегству. Да, да, я к этому... Что не должно быть принудительный трансфер. Да, извини, я была... Я к этому подхожу, да. Сори. И я хочу сказать, что, поймите, что этот план, он лежит где-то, он буквально где-то лежит в этих архивах, он засекречен. То есть, его еще не рассекречили, не рассекретили, он просто узнали о его существовании и о некоторых его деталях из показаний вот этих людей. Теперь, действительно, что там произошло? Предполагалось... То есть, опять же, это основывается на показаниях свидетелей. Как будто не было, как бы, полной ясности, да, относительно того, приступаем мы к выполнению этого плана или не приступаем. Это относилось в воздухе, дух команды, дух армии. Это носилось в воздухе. Вот. И поэтому, как бы, вот, например, комбат Малинки, который получил вот самый серьезный срок, потому что якобы от него пошел вот этот незаконный приказ, вот. И это мы тоже узнали сейчас из этих раскрытых протоколов. Он еще и сказал подчиненным, желательно, чтобы были трупы. И вот это, на мой взгляд, очень принципиальный момент. Это то, о чем мы раньше не знали. Потому что это уже не просто, да, это не просто, как бы, дословное выполнение приказа. Ну, так можно сказать, ну, хорошо. Он получил преступный приказ, да, и выполнил преступный приказ, и передал его дальше по цепочке. Но нет, это уже плюс, это уже что-то, как бы, сверх. Вот. И почему же, как же это произошло? И, видимо, свидетелям и обвиняемым, значит, подсудимым, задают такой вопрос. И несколько человек, несколько человек говорят, ну, да, мы предполагали, что это нужно для того, чтобы изгнать арабов. Потому что, как бы, у нас такая технология была. То есть, мы знали, как это работает. Надо убить нескольких человек. Они говорят это открытым текстом. Вот. А потом прийти к Мухтарам, к старейшинам, вот, и намекнуть, что вам надо валить, потому что будет еще хуже. Вот. И свидетели сказали, что вот этот, значит, комбат Малинки, он приказал держать восточные выходы из деревни открытыми, да. То есть, вы поймите, что, как бы, это комендантский час, да, то есть, все должны сидеть по домам, деревни отцеплены, но восточные выходы, которые ведут, собственно, потому что деревни приграничные, которые ведут к Иордании, да, то есть, пробежать через поля, там, полкилометра, их оставили открытыми. На случай, если после вот этого, вот, люди решат побежать. Вот. И как будто, и вот существовала вот эта атмосфера, вот именно вот эта атмосфера, когда все друг друга как бы понимали, и как будто... Извини, давай вспомним, что это 8 лет после НАГБА. 8 лет после военной независимости, 8 лет после НАГБА. Нет, ну это не... Да, 8 лет, да, конечно, да. Да, совершенно верно. Вот, 8 лет... Это те же люди, это те же командиры. Это те же командиры. Абсолютно это настолько проступает из этих показаний, что это наработанные методы. Это не просто так, это как бы... Ну как это, что вот... Откуда люди знают, что вот это политика такая? Люди говорили, это политика. И все говорили, как бы на суде задавали вопросы высшему уже командованию, даже там генералу-командующему Центральным военным округом Цвицуру, по будущему главнокомандующему. Ему задали вопрос, правда ли, что армия рассматривала как бы изгнание, да, или исход арабских граждан как что-то положительное. Он говорит, ну да, были такие мысли, вот. А типа, а как вот... А вы считаете, что наше общество, да, оно тоже рассматривает это как положительный вариант, да, как положительный исход? Он говорит, по-моему, это вообще не секрет. И вот как бы тогда я понял, что вот этот как бы единичный, да, единичный случай, он закономерный. Я даже статью как бы так назвал. Потому что это очень важно. Не всякий единичный случай может произойти в любом обществе, правильно? Безусловно. Безусловно. Представь себе, вот мы... Я привожу такой пример, да. У нас недавно были короноограничения, да. Были, в частности, нельзя отходить от дома на тысячу метров, дальше, чем на тысячу метров, да, чем не комендантский. Ну, это как бы не совсем комендантский час. Ну, кому-то в голову вообще может прийти, да, что при таких обстоятельствах кого-то расстреляют? Во-первых, что такие ограничения введут, не предупредив население, да, и что не будет ответственного, да, именно за то, чтобы предупредить, донести, осветить, что это не будет транслироваться во всех СМИ, во всех возможных источниках, да, что ребята, там, с такого-то дня у нас вводятся ограничения на передвижение, да. То есть немыслимо представить, чтобы это просто так ввели и никому не сообщили. Это раз. Два. Два. Ну, разве возможно себе представить, что людей за нарушение этих самых ограничений их будут расстреливать, да, за не ношение маски, да. У нас говорили иногда, полиция грубо себя вела, там, крутила руки, там, нарушителя масочного режима, но мы же не можем себе представить, что полиция взяла и просто хладнокровно расстреляла несколько десятков человек, выстроив их в затылок, да, это очень такие ассоциации, да, нехорошие. Это не в затылок лицо, выстроив шеренгу. Да, то есть это немыслимо себе представить, как это, как недоразумение, как это так случилось? Это не могло случиться, может случиться, говорю, единственное, в кустах что-то шуршнуло, и солдат, не разобравшись, пальнул, да, и его за это еще будут судить. Вот это еще, это можно понять. Ну, тут люди приезжали с работы, их выстраивали, спрашивали, как дела арабы, и расстреливали. Ну, конечно, для этого должно быть определенная атмосфера отношения к этому меньшинству, да, к этим гражданам, к этой группе граждан. И в некотором смысле это отношение, оно тянется до сих пор. А, еще один важный момент, как они понимали друг друга с полуслова, как они понимали, что приказ может быть отдан непрямо, да. Почему они это понимали? Потому что так отдавались приказы. И мы знаем, как минимум, в одном таком случае, мы знаем точно, как минимум, в одном таком случае, самое массовое выселение времен войны за независимость, это выселение арабов из Лоды и Рамли, когда реально просто были выстроены в шеренги и отправлены в Иорданию 40 тысяч человек. 40 тысяч человек. Марш смерти, это так и называется, марш смерти. Да, да, потому что там еще очень много погибших. Лидский марш смерти. И это, кстати, это было примерно так же. То есть в городе тогда убили, по-моему, 265, если не память не изменяет, арабов. А остальные просто, да, были уже, в общем-то, рады убежать. А кто был не рад, так тех ставили в шеренгу и пинали под зад, как бы, и говорили, идите. И руководил всем этим рабием, вот этим массовым выселением. И он потом, как бы, сказал, что, как бы, он спросил Бен-Гуриона, что делать с арабами Лоды и Рамли, и Бен-Гурион махнул рукой. Теперь мы представим на минутку, да, что вот... Окей, командир махнул рукой. Ну, тебя, и что? И вот ты воспринимаешь это как санкцию, да, выселить. Это же не просто так тоже. Это, значит, до этого все было все то же самое. Значит, до этого, как бы, не знаю, спрашивали, а что нам делать с этой деревней? Кто-то махал рукой. Или кто-то говорил, как вот этот шадми, командующий... Ирахем Ашмам, да? Он сказал, что, типа, да жалится над ними Аллах, что, как бы, арабское выражение, означающее, типа, уже поминовение умерших. То есть, когда Малинки спросил у шадми, что мне делать, как бы, с теми людьми, которые еще не знают, да, о комендантском часе, вот он, вот этот шадми, как бы, комбрей, командующий бригады, он сказал, мне не нужны сантименты, мне не нужны аресты, и пусть над ними жалится Аллах. Бог с ними, да. Да, да. И это был не прямой приказ, но именно так отдавались эти приказы. Именно так. Именно с такими формулировками. Что логично. И вот сейчас мы только вот таким косвенным образом об этом узнаем. Я считаю, что это гигантский урок для всех нас даже, как бы, что вот это все начинается с отношения. И отношения, как бы, если есть такое отношение группе населения, группе граждан, да, группе людей, оно обязательно себя проявится, проявит он обязательно выльется в какую-нибудь гадость в лучшем случае, да, какое-нибудь бесправие, угнетение. И вот в такие вот, в такую бойню в худшем случае. Вот. И, соответственно, как бы, если такого отношения нет, если гражданам относятся, как бы, как действительно равно, когда, как равноправным гражданам, вне зависимости от их национальности и цвета кожи, вот такое общество может нормально существовать. Вот, собственно, ссылка на статью. У нас проблема. Да. Что такое? Мы записываем, мы уже час говорим, да? Я сейчас... Две темы. Две маленькие, небольшие. Меньше часа, да, я знаю, мы говорим меньше часа. Не, ну, хорошо, что ты предлагаешь сделать? Ты хочешь говорить до упора или отложить одну из тем? Я предлагаю набраться терпения, да. Потому что я, значит, оглашу, у нас было четыре темы. Две маленькие, две большие. Две как вот таких вот, по мотивам напечатанного, да? А две больших таких, философских, да? И вот у нас нет, очень не остается времени, это жена. Но мы как бы, мы будем биться до упора. Будем биться до упора. Ты думаешь, я не знаю, смотри, мы можем, на самом деле, например, через неделю записать, записать на еще две темы. У нас будет два часовых подкаста. И я знаю, что люди ждут от нас часовые подкасты. Мы можем сейчас анонсировать эти прекрасные темы. И по моей, например, теме наверняка будет развитие событий. Давай тогда сделаем так. Просто анонсируем. Давай скажем, вот сколько, по 10 минут, да? По 10 минут на анонс. Давай, договорились. Вот я смотрю на часы. Хорошо. Хорошо. Таймер давайте. Ну, хорошо. Мне кажется, 10 минут на анонс даже много, потому что все-таки мы расскажем как бы. Но тема, следующая тема, на которую я хотел поговорить, это продолжение фактически предыдущего выпуска. В предыдущем выпуске, если вы помните, мы говорили об очень скользкой, опасной, токсичной теме еврейского лобби в Америке, его влиянии. Мы сами боимся эту тему трогать. Тема какая-то склизкая. Но мы все равно трогаем, потому что нас интересует истина. Потому что мы смелые. Да. Но на самом деле, оказывается, мы же не такие смелые, Ань. Потому что, если ты помнишь, я предсказывал, что эта тема, скорее всего, не выйдет на страницы и на экраны главных СМИ Америки. И я все-таки ошибся. Вышла. 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 Эту тему. То есть, тему влияния израильского, произраильского лобби, АйПАК, значит, и его аффилированных с ним организаций на выборы в США подхватили CNN, New York Times, Guardian, политика. Слушай, это настолько плохая тема, что я не уверена, что хорошо, что она появилась. Знаешь, вот на такой степени. Это ужасно. Ты знаешь, я, наверное, просто не люблю, когда замалчивают. Это правда. Это правда. Но ты представляешь, как это будет подано? Это страшно. Я, ты знаешь, вот у меня от чтения, да, от просмотра сложилось такое ощущение, что вот журналисты думают примерно так, как я. Они понимают, что они не могут обойти эту тему вниманием. Они стараются ее подать очень аккуратно. Но и как бы и виноват в том, что эту тему сейчас раскручивают. Виноват АйПАК, виновата израильская лобби, которая влезла со своими гигантскими деньгами во внутренние выборы. Вот. И вот, короче, дело в том, что если до этого АйПАК, он, в принципе, он вмешивался против, он работал против таких довольно малоизвестных политиков, начинающих, да, иногда таких свежих конкурентов. И, в общем, поэтому это было не очень заметно. То сейчас они реально свалили. То есть вчера, по-моему, или позавчера были результаты выборов, и действительно им удалось свалить уже политика первой величины. Это Энди Левин, конгрессмен от Мичигана и представитель известной политической династии. Его отец был конгрессменом, его дед был сенатором. Он очень, как бы, действительно известный. Он один из прогрессивных, но не самых, как бы, отъявленных прогрессивных. То есть он чуть правее Дескво, чуть правее Александрия Аказио-Кортеза и так далее. Но он, тем не менее, довольно прогрессивный, и он критик Израиля. И он и еврей, естественно. И сложилась парадоксальная ситуация. Я не говорю, что евреи должны поддерживать евреи. Но все-таки в этой ситуации есть что-то парадоксальное, что-то дикое, что произраильское лобби. Как бы работает против еврея за то, что он критикует в Израиль и продвигает его конкурентку не еврейку, которая, по идее, должна больше любить Израиль. И пусть мне после этого кто-то попробует сказать, что критика Израиля – это антисемитизм. Это же бред. Причем за Левина вписалась левая произраильская лобби Джей-стрит. То есть это одни евреи воюют с другими евреями по поводу отношения к Израилю. И одни евреи продвигают не еврейку, потому что, ну, короче, я не знаю, что еще может лучше проиллюстрировать, то, что это не одно и то же. Это просто не одно и то же. Я знаю, когда это, между прочим, когда критику Израиля начали первым антисемитизмом. Я хотела об этом сказать. Я на эту тему делаю. Да, это у нас анонс. Мы говорим о том, как критику Израиля начали называть антисемитизмом, как это произошло. Я с удовольствием с тобой это обсужу. Давай действительно через недельку запишем. Я буду в отпуске, кстати, будет. В общем, мы вам обещаем раскрыть эту тему. Там есть еще прекрасная статья Аврома Бурга про то, примерно то же самое, но в Германии. Про то, как Германия полностью потакает Израилю и запрещает дискурс даже, запрещает, как бы, другие точки зрения на происходящее в Израиле, в том числе исходящее от самих евреев. А в Румбурге, я напомню, как бы очень известный политик, бывший спикер Кнеста, бывший директор Сахнота, кстати, бывший директор, глава международной сионистской организации и так далее. Человек блестящий, блестящий абсолютно человек. Я слушала его один раз, у меня впечатление на всю жизнь. Кстати, недельная глава Тары, между прочим. Да, он еще религиозный же, к тому же. Религиозный, он автор семи книг, он совершенно блестящий человек. Давай анонсировать мою тему. Давай. Итак, да, вот я опять же спущу немножко людей в кухню. Мы не смогли с Аркадием договориться никак, какую тему мы возьмем. Вот Аркадий хотел поговорить о венейском лобби. Я как бы давно уже вспахиваю эту ниву тем безопасности. Тем безопасности. Борьба с террором, второй индифады, в частности. И у меня был другой инфоповод. К сожалению, он до прошлой недели к следующей неделе выдохнется. Я очень надеюсь, что он выдохнется. Поэтому я хотела поговорить о точечных ликвидациях. То, что называется точечной ликвидацией. То есть убийство палестинских лидеров. Хорошо это или плохо? Какая история? Какие? Потому что там есть очень много интересных сюжетов. А инфоповодом стало событие, которое... Вот я такого не помню. В Израиле цида что-то уникальное. Задержали на территориях, если не ошибаюсь. Да, они в Израиле. Да, на территориях. На западном берегу. Задержали лидеры исламского джихада. Да, это такая очень суровая группировка. Она достаточно небольшая. Там тысячи человек. Может быть, десятки. Десятки тысяч. Я не перепроверила. Окей. В общем, она небольшая. Она очень замкнутая. Группировка исламский джихад. Очень боевая. Как видно даже по ее названию. Задержали лидера. Его зовут Аль Саади. Муж сад один год. И прошел слух, что его убили при задержании. Потом показывали видео. Там, может быть, реакция вызвана тем, что на видео собака его тащит. Та нехорошо так кусает. Тащит. Чего 61 год. Это, наверное, выглядит унизительно. В общем, исламский джихад в Газе. Его особенно много в Газе. Он обиделся. И, поверьте, он что-то такое сказал нашему руководству. Мы точно не знаем, что произошло. Но мы знаем, что наше руководство отреагировало так, как я еще ни разу не видела. Ни в антифаду, ни во время военных операций в Газе. Ни разу. Закрыли юг. То есть просто закрыли трассы междугородние, закрыли железные дороги. В ряде кибуцов вблизи вблизи Газы, в секторе, как это называется, эта фаза, объявили комендантский час. То есть там жителям кибуца они не могут выходить из дома до темноты. То есть наоборот. Комендантский час наоборот. В них никто не стреляет. Кстати, я надеюсь. Возвращаясь с твоей темы к Афркасам. Закрытый ряд учебных заведений. То есть я таких мер предосторожности не видела ни разу. Ни во время боевых операций, ни во время второй антифады. Никогда. То есть юг парализовала. И это уже несколько дней. Они ждут какой-то очень серьезной ответки. И вот прошел слух, что это в Аль-Сааде убили. Потом сказали, что нет, все-таки его задержали, предъявили фото. Но я так понимаю, что палестинцы могут тоже очень подозрительно отнестись к этому фото. Сейчас Хамас занимается умиротворением исламского джихада. Просто его не реагировать. Я понятия не имею, чем они пригрозили, но видны они обстрелами, если люди сидят по домам. Вмешались египетские посредники, как обычно, и нам обещают, что вот-вот это все закончится. Все опять юг парализовало. И я по этому поводу, поскольку я очень много действительно без дураков читала про Хамас, про вторую антифаду, про борьбу с террором, у меня как-то выстроилась вот в вся эта цепочка, все, что я знаю про точечную ликвидацию. Я захотела об этом поговорить, начиная с ликвидации Аяша, которая, я считаю, что она сыграла, действительно, стала очень роковым моментом для всей израильской истории. Поверь мне, не все далеко из наших зрителей знают, кто такой Аяш, особенно только по фамилии. А это потому что анонс, потому что это анонс. Или мы разовем немножко эту тему. Ну, все-таки, скажи хотя бы, не помешайте. Это такой знаменитый был, знаменитый был террорист, его звали инженер, у него была тличка, он стоял за рядом терактов. Его ликвидировали. Ихия. Ихия, я вот, я вот, я не умею выговаривать. Я тоже умею. Ты так, как ты догадываешься. Я же обычно все-таки больше читаю, чем слышу. К сожалению, ой, и ликвидировали в начале 96-го года, 5-го января. И я не хочу говорить, почему я считаю, что это, эта ликвидация стала просто в каком-то смысле роковым моментом в нашей истории. Только ты, как бы, так считают, как бы, многие видные силовики. И на то есть причины. И вообще, я тебя, я с нетерпением жду, как бы, серьезно, возможности серьезно обсудить с тобой эту тему, потому что тема реально очень, как бы, сложная. Вот. И понятно, что, с одной стороны, ты не, как бы, ты не можешь, как бы, оставлять таких людей безнаказанными, но с другой стороны, это, как бы, некий цикл насилия. И, в общем, постараемся обсудить. Я хотела рассказать немножко, например, о ликвидации Ясина. Например, не все знают, что Дихтер, да, а ведь Дихтер, глава Шабак, был против ликвидации шейха Ясина. Но, похоже, что ликвидация шейха Ясина, и все за ним ликвидировали его, назначенную предъемником Азиза Рантиси, Азиза Абделя Рантиси, буквально через неделю после шейха Ясина. Да, вот тут был, можно сказать, положительный эффект, потому что после этого был заключен определенный договор, наконец, между руководством Хамаса и Израиля. Я хотела поговорить, вот есть такое... Извини, пожалуйста, может быть, Хамасникам уже просто надоел Ясин, он как бы, он десятый лет. Нет, ну, это шутка, он популярный, он был необыкновенный, его, в общем, на сцене, знаешь, забавно, после того, как его ликвидировали, выбирали его преемника, и тут поняли, что его должность никак не называется. Вот был глава политбюро, да, был Халид Машель, был тогда главой политбюро, а Ясин, он был шейх Ясин. Вот было непонятно, даже, что значит, кто его заменит. Представляете, его заменил, после, когда он родился, его заменил человек, которого никто не знал, фамилия Шма, и, в общем-то, не просто так, потому что они не хотели больше терять лидеров Хамаса, они решили, что Хамас теперь будет как бы немножко такой безголовый. Да, в общем, это, но это не так важно. В общем, это убийство в каком-то смысле прекратило крупное силие. Можно поговорить, вот есть такой очень малоизвестный эпизод, с одной стороны, широкой публике он малоизвестный, я на него наткнулась в книге Айлона, а сейчас я про него читаю в другой книге. Это ликвидация некого Рая де Карми в начале 2002 года, которая тоже стала в каком-то смысле поворотным. Эта ликвидация была настолько в каком-то смысле неудачной, технически она была очень удачной, политически она казалась настолько неудачной, что даже такие ястребы, динозавры ястребов, как Боги Ялон, Амаз Гейлад, они предлагали вообще публично, Амаз Гейлад предлагал публично представить, что это было ошибкой, потому что после этой ликвидации он был членом Танзим. После этой ликвидации Танзим присоединился к терактам смертников Хамас. До 2002 года этим занимался только Хамас. И буквально через неделю после ликвидации этого Рая де Карми, который вообще никто не знает на самом деле, никто не знает это имя, он был непонятно, был мелкая сошка, называлась низкопрофильная ликвидация. После него ворвались через неделю. Он даже был чуть ли не политическим деятелем, он даже как бы террористом толком, мне кажется. Нет, он был террористом, он участвовал в ликвидации, не ликвидации. Вот у нас ликвидация, убийство, террор. То есть он в свою очередь отомстил за ликвидацию другого Дети. Вот это бесконечный цепочек. А, может быть, я бы говорю про предыдущее звено, да, но там... Ну, это все спойлеры. Да, я считаю, что, кстати, собственно, одна, как бы, очень, так сказать, высокопрофильная, да, ликвидация случилась вот на этой неделе, но как бы, но не в Израиле, да. То есть США ликвидировали Аль-Зауахири, это заместитель Бен Ладена, который считался мозгом. То есть если Бен Ладен был, как бы, типа, таким, очень, ну, сладкоголосым, как бы, официальным главой Аль-Каиды, то... Шейхеси. Да, так... Но Аль-Зауахири был, типа, мозгом, который фактически стоял за терактами 9 сентября и так далее. Вот. И, как бы, это не израильская тема, но, я думаю, мы обсудим, мы, как бы, подумаем вообще, как бы, о практике точечных ликвидаций. У нее есть, кстати, определенный, как бы, определенные споры по поводу ее статуса с точки зрения международного права и так далее. В общем... И, насколько я понимаю, это серая зона, да. Вот в Израиле это... Было принято решение богатства по этому поводу. В общем, да, о моральных аспектах, о юридических аспектах и о политических, как зацов, о вопросах безопасности. Да, конечно. В общем, да, звучит очень-очень интересно. Я надеюсь, что для вас тоже. Мне кажется, это неплохая практика, а то мы действительно постоянно набираем больше, чем можем съесть. У нас, получается, очень длинные выпуски. Ну, хорошо. Как бы, спасибо тебе большое за разговор. Да, тогда, я думаю, давай встретимся через недельку, запишем. Да. И большое спасибо всем, кто смотрел и слушал. Я надеюсь, что вам было интересно. Мы выложим все, как обычно, все ссылки. Задавайте нам вопросы. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова